Арины и скаты на омских дорогах стали самой обсуждаемой темой. Мечи делятся фотографиями установленных камер видеонаблюдения. Городок Нефтяников, Амурский поселок, Левобережье, комплексы фиксации и нарушений правил дорожного движения стали появляться на тех местах, где раньше водители любили прибавить скорость. Автолюбители считают, что камеры стоят незаконно, перед ними нет предупреждающих знаков, а используют комплексы. Не полицейские. Дмитрий Ковалев расскажет подробнее. Каждый день казак Владимир Аксенов выходит на службу. В его распоряжении специальный комплекс «СКАТ» и подключенный к нему ноутбук. Мужчина говорит, водители до сих пор не привыкли, что на таких передвижных постах дежурят не полицейские. Бывает, останавливаются, требуют документы. Но не прошло и дня, чтобы никто не превысил скорость на опасном участке. По-разному. Тут как бы нет такого, чтобы стабильность какая-то была. Каждый день по-разному. Бывает мало, бывает много. Казаки работают по полному согласованию с полицейскими. В ГИБДД указывают места, где установят камеры, определяют, сколько комплексов нужно в городе и на областных дорогах. В полиции даже посчитали, что с помощью таких камер удалось предотвратить более 50 тысяч нарушений правил дорожного движения. Аварий на контролируемых участках практически нет. Благодаря этим комплексам у нас значительно снизилось дорожно-транспортное происшествие в местах, где они установлены. И если говорить за три месяца, то уже более 86 тысяч постановлений вынесены. Это конкретно те постановления, которые зафиксированы данными комплексами. Из этого числа 75 тысяч нарушений превышения скорости. Общая сумма штрафов более 80 миллионов рублей. Но у водителей к таким казачьим постам много вопросов. Допустим, в городской черте я с ними согласен. А вот на трассе для чего? Непонятно, кто там сидит рядом с этой камерой. Какие у них полномочия на это дело? Я считаю, что стационарные посты должны быть. Отрицательно отношусь, конечно. Но, во-первых, должны быть предупреждающие знаки. Я понимаю, что сейчас скрытое наблюдение, оно актуально. Но, с другой стороны, наверное, это работает на плюс безопасности. При установке камеры есть правило. Если дорога узкая, всего одна полоса, то комплекс установят в 4 метрах от края проезжей части. На широкой дороге, где больше двух полос в каждом направлении, камеру установят минимум в одном метре от бордюра. И, что важно, в таких случаях, знак, который предупреждает о видеосъемке, не нужен. Дмитрий Ковалев, Александр Рябуха и Дмитрий Головко. Новости здесь, Омск.